друзья привет привет рада вас видеть на нашем канале есть как есть сегодня продолжается рубрика гости нашего канала но в гости идем мы вы уже видели этого человека его зовут владимир он купил квартиру в кемере и рассказывал как раз об этом владимир бизнесмен он как раз таки тот бизнесмен который заработал себе все сам своими руками вот мы сейчас пойдем к нему в гости я думаю что интересно посмотреть какой дом у него как он живет как живет человек который все заработал своими руками помните как он в ролике говорил как он начинал зарабатывать деньги на яйца владимир наш подписчик и мы всегда идем на встречу со своими подписчиками мало того идем мы даже едем на встречу с нашими подписчиками во первых он очень приятный человек нам очень общаться с ним он очень интересный очень интересный человек очень любознательный очень активный я вообще удивляюсь у него такая сильная энергетика он тебя просто с ног сшивая своей энергетикой в жизни каждого человека приходит время когда он ну когда он занимается семьей детьми бизнесом потом наступает время когда человек все-таки хочет жить для себя вот мне кажется что владимира сейчас наступает это время когда когда нам нужно жить уже для себя и хочется жить для себя но все равно он такой активный человек бизнесмен что до сих пор он говорит что в 6 утра встаю и с перерывами небольшими сижу за компьютером все время работаю но мало того что он работает за компьютером есть производство свое и он ездит на встрече ездит по всему бывшему союзу и куда-то за границу тоже чем недавно он был на камчатке кстати очень интересно спросить и узнать как он туда съездил вообще начинает путешествовать скоро собирается ехать в норвегию купил эту квартиру в турции живет в турции на две страны сейчас может быть даже на 3 я не знаю мы спросим так что то погнали все узнаем поехали с нами для меня всегда какой-то большой большая проблема выбрать торт для на 1 такая сразу же хоп сузова руку и выбрала но молодец будем пробовать так как мы за рулем да и вообще сейчас еще утро приходится выбирать вот такие вот напитки безалкогольные это безалкогольный сидр возьмем тоже попробуем едем по навигатору потому что по-другому не найти да и вообще сегодня очень легко ехать сегодня весь город вообще сейчас весь город перекрыт сегодня айронмэн он весь перекопан в общем соревнования там по триатлону и все перекрыто все районы перекрыты везде бегут ёксупяево блин а мы через 200 метров уже подъезжаем вы прибыли к месту назначения и сейчас только не знаю куда конкретно мы прибыли привет где твои палаты белокаменная а мы вроде как по навигатору приехали все друзья мы на месте даже даже угадали с домом обычно навигатор так показывает на фигатор не поймешь куда ехать сейчас все здравствуйте здравствуйте что тут готовится я олег лена очень приятно вот и познакомились очень быстро привет какие люди нам выдали тапочки у лены вот такие а у меня смотрите вот такие вот ребята киргизма киргизские или казахские ребята киргизы казахи нуждите пожалуйста что это за тапки это чьи национальные тапки реально я по-моему был в алмате и купил их там в алмате но сейчас я никто ничего не делаю для турции вообще идеальные просто идеальнейшие тапочки классные супер будем пользоваться хотя полы здесь довольно таки теплые а я вот стою с ногами ты сейчас на паркете очень тепло на плитке какие тапки сегодня я буду хаттабыч владимир скажи а ты этот дом покупал уже готовы или строили нет здесь дом этот был построен мы сами строили ну как бы я сам строил тогда бегал это было еще в 96 году и некоторые мои знакомые все время да ну надо старом городе купить квартиру а мне подвернулся участок этот здесь и я купил участок и потом ну как бы позволяло построить его и мы его построили где-то может два года стройка отошла а потом уже где-то в девяносто восьмом году уже переехали сюда с лоснами так лоснами в квартире там жили а не жалеешь что в доме живешь или или лучше бы квартира в центре города талина что самое интересное это когда вот мы сюда переехали во первых долго не переезжали но уже было можно было переехать месяца четыре раньше но уже все-таки приворочили к новому году что новый год надо все-таки заселиться сюда новый дом и ну как же мы уедем с лосномяя тут шумом ну как бы жизнь кипит а тут где-то в лесу тут еще ничего не было то пару домов только было на улице и поначалу было это потом получилось так время где-то прошло месяца три-четыре думаешь как ты жил в этом лосномяя в квартире так а если в центре города квартира но я думаю нет в центре города почему у наших знакомых у жены у одноклассницы и одноклассница как раз жила с мужем центре города на веру и они как раз уже в тот момент очень жаловались а что туристы там до часу ночи и музыка там всякие орут пьяные согласен да и они как бы там пожили-пожили и потом какую-то часть копчера купили на первом манты там где-то уехали а жили там все-таки долго где-то лет десять наверно в этом старом городе все равно уехали оттуда ну кому-то нравится кому-то не нравится может это старом городе кто-то где-то в тихой улочке так она может ничего абсолютно согласен да да если вот тут где проходняк финско-шведский ребята я сейчас работаю в центре города на театре и там вообще просто там не то что там не подъехать даже инструменты не выгрузить не то чтобы там жить где-то там все время какие-то пробки проблемы не дай бог центр города это не 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 еще старый город если брать старый город там где-то но 80 90-е годы там же такого не было ни движения ничего все было более-менее спокойно там но да там туристов было но не было как бы такого большого ажиотары там уже давно и было хорошо в старом городе но сейчас конечно парковка основная проблема парковка же еж надо где-то парковать эти все разрешения на парковку нас был в одно время ну по бизнесу был в старом городе на улице рюйтли офис там но там было что хорошо тогда еще как бы не было от этих драконовских мер по парковкам там была своя парковка и ты всегда там две-три машины мог оставить но тогда уже получился другой момент кто-то там приезжает кто-то заезжает когда-то это все сделали парковки тоже невыносимо это вообще да мы поменяли и уехали сразу молодцы у вас от хорошее место красивый красивый дом сейчас посмотрим может быть что-то сделать маленькую экскурсию нам вот эта большая комната да все кучку лица практически дальше у вас весь этот вход коридор фото нас отсюда мы пришли как бы вторая сердце родины это кухня кухня маленькая шикарная кухня стулья вообще красотища вообще все так таком стиле интересно очень красиво тоже кухню делал то же самое у нас было ну я когда был хозяин фирмы хан спорту кухонной и мы спроектировали там с проектировщиками все сами островки там делали как бы все уже но было понятие потому что даже в тоже при той же работе на кухонной фирме как мы разделяли что проходила три типа людей да одни вообще не знали что ты хочешь что он хочет и ему если проектировщик навязывал он там соглашался все получается вторые приходили те которые что все знали им там что не показали и все знают я как правило уходили и ничего не покупали а третий приходили лет нам дорого и богато это были лучшие клиенты хорошие да их не так много было но они все но они приходили не слушали они смотрели они там как бы что-то свое советовали но не так что знаешь я все знаю обычно тех кто все знает это это не клиент это не клиент да но шикарно шикарно скажи а стулья вот эти стулья слушали я же когда мебелью занимался выездил по выставкам и один раз я поехал в польшу познань на выставку и одна из польских фирм и вот производила такую мебель и то есть под старину да это это не старинные это людовик 14-15 какой-то не знаю как он по счету это так как называется стайл людвик стайл и но единственно что мне получилось а так что под эту машину я уже сделал чертеж сам тумбочку и и стол и они же делали по моему чертежу для того чтобы сюда мили поместить понятно потом шкаф был как бы это полки заказывали отдельно но красивая красивая мебель такое ощущение что ей уже лет триста на самом деле лет 20 но классно все в таком стиле красиво очень смотрите вообще ты коллекционируешь дам вот эти вот стаканчики чутка чутка красотища я сам заказывал тоже чертил чертеж это все как бы из одной серии но сына серии у них такого не было в комплектах она была немножко по-другому и мы для того чтобы можно было аппаратуру поставить там ящики чтобы были отдельно чертежи набросали и отдельно их ну как бы заказали эти потому что эти тумбочки но отлично все в одном стиле очень красиво я ее перечертил и они уже по моему чертежу сделали что это и стол таком же стиле я стал было вот эта тумбочка она была тройная мы ее сделали двойную чтобы в размер уже упереть классно заряди какой стол все то стол некоторые некоторая мебель была а и к ней уже сделали еще дополнительно ну у них там был выбор большой но там что-то что-то не нравилось а что-то был можно ну уже по месту потому что уже было куда понятно куда ставить этом померили а вот так если вот эта тумбочка у них была где-то два с половиной метра мы ее вписали поменьше смотрится просто я им просто надет руки чертежи нарисовал они потом не стих отдела прислали уже готовые рабочие чертежи но тем более ты был в теме у тебя была своя своя фирма кухонная да и уже как здесь у нас на первом этаже это вот там с такой с крышкой интересные то ли с это так это поехали в японию и это японский да и уже потом делали все одно японии первый раз я увидел восемьдесят восьмом году или восемьдесят шестом и потом и летели оттуда самолета как это горит одни те дубленки везут а кто-то крышки с унитаза везет я покупал пить умный умный унитаз да что он делает все подмывает ухи чешет смотрите сушит моет вот такой но что самое интересное что пока по японии были очень в местах и везде такие стоят везде везде стоит уже такого нету чтобы не стояла везде стоит ну как у турков допустим с подмывалкой да 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 это уже тут тут кстати очень удобный любой любой турецкий дом зайдешь ты нету такого чтобы не было такого унитаза это уже у всех стоит вот японский все делает по выбору частично атака раздевалочка да гардеробчик маленький но вот туда когда проектировали он получился маленький но был бы в два раза побольше было бы неплохо здорово здесь у нас это просто практичная пользуешься инфракрасной баней иногда иногда а поначалу наверное когда сделали тогда вообще постоянно это всегда так новая игрушка всегда играешься у нас еще здесь есть и такая баня а это уже обычная баня ну да обычная баня тут она немножко не такая как у всех баня она не знаете камера возьмет это такая которая топится там вовнутрь за вытапливается здесь у тур то есть это дровяная баня дровяная из суда нет она натапливается натапливается до красна где-то за 25 минут там не красный становится а потом ты весь все угли выкидываешь перекрываешь заслонку и и она будет где-то сутки горячая стоять то есть она как тандыр она здесь да 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 по такому принципу открыл хлопнул попарился закрыл вышел посиделок ладил опять пришел классно какие бани бывают ну да это как бы финны там ну тоже редко пользуемся но финны финны в банях вообще это гуру просто я так думаю долг понимаю так что финские парилки и вот эти все финские баньки и все все классная тема вот такой да гаражик никогда машины горит не стоят даже мотороллер есть это когда-то купил ему сейчас надо как-то регистрировать уже лет 10 стоит без движения на серьезно да тут такой станочек я так но все как у нас стоящего мужчины все должно быть такое учета по ремонте ну подделать потому что в доме там хватается здорово настоящий мужской гараж ну не настоящий мужской гараж еще когда бухают это значит не настоящий наполовину наполовину настоящий ух ты еще подвал немножко темно котельная на чем у тебя котельная у меня как у этого сначала было на твердом топливе но на потом поставил тепловой насос на улице стоит в процессе еще поставил 8 квадратных метров батареи на эти солнечные и чё-то каждая чё-то делает а газовый тоже сейчас работают работы да там это кондиционный так когда они поменяли его но стоял старые они увязали газовый котел с тепловым насосом что если там уже минус 18 пошло тогда включает отключается должен а ну классно по весне пузырье за хорошие котлы у нас тоже доходы раз да ну конечно пусть с этими часами на отопление сейчас газ у нас он просто золотом золотом просто можно отапливать то ну и там такие ну тоже такое техническое помещение долго здесь не будем задерживаться и здесь что лаборатория это живая мертвая вода а то что ты рассказывал да 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 классные аппараты сейчас надо было чистить ребята живая мертвая вода знаете его 150 лет но живая мертвая вода это классная тема и так мы когда-нибудь раскроем покажем расскажу а здесь всякие соленья варенья вот такие вещи ну классные даже лыжи ну вы же да вот ну все здорово все лаборатория лаборатория есть чемоданы есть есть настояные панты марала стоят настройки что это панты марала на что это такое урага марала настоящее себе здесь и смотрите класс здесь есть настройки медвежьи и желчи здесь тоже панты марала потом есть медвежья желчи 2021 год на офигеть потом есть прополис настояные есть на травах настойки специальные на спиртовых это все на спирту да а мы покупаем сидр безалкогольный дизлайк нам не будем досконально так показывать просто это спальня ничего такого это ваша спальня или это гостевая не не это наш а здесь это санузел да все видно даже нагло наделся санузел чтобы скамья в одной гостинице как-то еще до стройки дома побывал сидишь сидишь с ванной и в окно смотришь не такая не получилось ну почти почти такой вид в окно гардероб и да я очень хорошо если спальню да и сразу в спальню очень хорошо сколько квадратов у тебя дом кто бы верил во не мире просто квадратов просто не это всего 350 350 3 с подвалом и там подвалы больше чем бога это второй то есть подвал 1 2 3 этажный дом это еще одна до санузел это детей до внуки сейчас внуки приезжают пользуются этой комнатой вот ясно ясно дальше это дочери комната уже ничего не нужен у всех свои квартиры до все все уже никому ничего не надо у меня хотелось тоже эти окна чтобы было это просто как бы чтобы сделать чтобы светло было на что на последнем скажи не течет она сейчас подтекать на чуть-чуть не надо менять 20 лет да надо потихонечку уже вкладываться вообще подтекло да здесь есть там ну надо переделать но ничего она когда сильные дожди стояли окна тоже лет 18 простояли на потом не поменяли сейчас прошлом году поменяли что же подтекали это все о больше отлично и 6 этаж это это на крыше если там там солнечные батареи сушения на крыше еще есть только комната которые там игрушки детские где живет карлс который очень любит варенье выход на балкон а здесь такой вот здесь девушки расположились вы уже познакомились хорошо подружились здорово уютненько просидишь и сразу лес деревья это красиво мы решили что мы тут чай отлично отличное решение ну да ну просто когда дом строили это фигня все было открыто а потом мы поехали в 10 было и у них венгров было сделано вот так вот именно я приехал сразу красиво на крыше не было ничего потом увидел в роду класс по моему эти стекла делали и застекли за но это для тех кто курит да не пьет не курит да не врача буха это вырежет мы все все же мы мужчины все все немножко бухаем и курим бывает такое это как я нужно поставить это как сейчас был на рыбалке на камчатке на только приехал и были два с россией там два человека ну такие непростые ну все садятся же вечером там начинают пить не наливают не а я я не пищу такую смотрю на меня чё готовишься родину продать но вот тогда некоторые не понимают как можно не не пить но иногда можно конечно иногда говорить закрываете лавочку нет я вам еще не показал вокруг дома сейчас быстренько бегу покажу как все вокруг выглядит выпрыгиваем из этих теплых уютных тапочек свои пойдем сейчас обойдем вокруг дома блин ну интересно же правда офигеть как интересно вот ребята вот это пятиташка шутка шутка все время шутит два с половиной два с половиной вы знаете посчитать погреб то тогда уже 6 до гараж в котором никогда машина не стояли вот сейчас обойдем вокруг дома сломался сломался робот который косят надо самому теперь косить но все равно здесь все хорошо парничок есть ну да сначала парник не строили а потом когда уже начали а в парнике тоже лаборатория слушай не конопля не растет я шучу кстати про лабораторию я не помню рассказал не рассказывал про ты вырезал дали я не помню уже не было у меня на работе пришли одни от мы будем манить биткоины ну и сняли склад 200 метров и каждый вечер приходит и моему холдусу рассказывает биткоин растет биткоин падает но прошло где-то два с половиной пришли какие-то ребята там ходят ходят и что вы здесь делаете там и ищем склады ну как бы снять что-то не похоже на вас ну такие с выправки военные какие-то но он сейчас видно что они простые потом через четыре часа мне звонок придите откройте нам с наркополицией чем короче ряда когда вскрыли это склад там 110 кустов конопли биткойны они манили биткой а может быть они манили там же тепла сколько выделяется мешки паковали куда-то эту фабрику вывозили и потом еще я раз пять на допросы ходил вот так вот сдавать незнакомым людям помещение вот так вот биткойны и биткойны битком биткойнов парник такой никакой потому что ты живешь что не живешь чтобы это уезжаешь ну понятно понятно там еще до 10 где-то поле потерялась вот это робот заехал тут и остался как и лыжи сколько лет интересно этим лыжам весла старинной войне таких воевали скорее всего скорее всего смотрите крепления какие лыжные вообще но это классно да здесь уже пристроили мы уже потом ну чтож отлично сарайчик такой тоже должен быть какие-то дрова там где-то чтобы подтопить и гриль-уголок слушай и гриль-уголок это как бы такая боль его сделали но никто на нем никто никогда не пользовался на этой поначалу было мы там боб гуляш варили венгерский метод друзья венгрии и этот и мы тут часто собирают под этим дубом компания собирался по 20 это когда ты еще пил и курил когда пил и курил нет не курил почти никогда но шутка шутка да 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 это и здесь его на судили а теперь она уже так да как говорят наш президент не пьет и не курит но лучше бы пил и курил вот так вот выглядит уголок ну немножко разваливается да конечно же со временем все это начинает рассыпаться но вообще задумка очень классно еще конечно здесь крыши не хватает было крышу накрыть потому что мне многие знакомые кто таких построил они там крыши понакрывали он тогда более ну тогда он тогда не рассыпается на меньше влага попадает и дождь и а у нас здесь эстония здесь влажно потом мороз все все рвет подрывает поэтому очень важно это вот такой вот уголок сейчас только внуки приезжают наверное для самого уже не очень-то это и нужно я слушаю чёрную смородину с удовольствием он малина там иногда растет там еще что-то бывает ну уже все отошло чёрный смородину собрали малины собрали ну чуть-чуть там еще какие-то ягодки есть все есть вот это ежевика да то ли водой перелили то ли еще что-то а там есть какие-то ягодки да не есть черный маленький он он малина срывать вкусная малина ну и это ежевика тоже вкусно потому-то у нее много там есть ежевика вкусная приятно так ягодку сорвать вообще супер классно ну что ж вот такой вот участок такой дом надеюсь вам было интересно мне так очень интересно всегда сейчас что-то интересное будет в парнике ухты помидорки запах то какой запах здесь стоит помидоры как как когда они растут когда пандемия была делать было нечего сделал автоматические поливы вообще все под каждый куст приходит трубочка вот такая и все автоматика сделано два контура один контуру сделаны помидоры двойные огурцы потому что по-разному чаще поливать надо и стоят вот часы электронные там и не срабатывает там по заданной программе открывает на 15 минут весь парник поливается приводить не нужно а в бучку автоматически приходит с участка клапан стоит перекрывается насос сам подкачивает все это добавляет здесь вот под каждым кустом стоят трубки и они ну да 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 и они поливаются там как бы сам это у меня такие цветы все поливаются и везде все так сделано только там другое стоит еще тоже другой компьютер и компьютер ну как компьютер мини-компьютер управления открытием клапана воды в определенный период по часам офигеть я вообще в шоке такая система ничего не нужно делать все само поливается помидоры самая большая проблема это пасынковать помидоры как забыть она сюда да прет уже не деконтролируя на эту кондиционер тоже которые мало кто включает потому что да так жарко сильно здесь еще можно такой ставить электромотор ставится все на автоматике просто вставляется сюда сюда вставляешь это тут прицепляется моторчик и нас вот электрический и она тогда сама крутите туда ничего не пригорает не успевает жир капот чтобы загораться прикольно авто шашлык все на автоматике надо там стоять крутить но зато зато ругать некого вот подгорел шашлык ругать некого электромоторчик чё поделаешь называется мультикастрюля она может жарить парить варить измельчать как использовать как блендер замешивать тесто вот эта штука она все это делает и тесто замешивает и жарит и парит я тоже такую хочу ребята я тоже такую хочу я бы к ней владимир все подключает это компьютеры ко всему чтобы сами поливали вот к такой штуки я подключу компьютер до такой штуки подключу компьютер поставлю программу и она сама будет снимать ролики о том как она готовит блюдо на нашем канале есть так прикол конечно вообще это из этой же серии и термомикс это тоже там фирма ворверх и пылесосы в то время же пылесосы были как мы только с одним этим с трубой сюда это чем хорошо у меня там во первых очень мощные потяги во вторых есть что пять или шесть насадок там для ковру для паркета во вторых во вторых он очень удобный когда ты его берешь вот смотри как у него раньше с поворота ты его поворачиваешь чуть ли не 90 градусов поворотом руки потом задержаешь сюда у тебя тупой угол вот смотри раз в него поворачивается а понятно в любом месте ты вот подъехал там раз вот взял вот как вот видишь как ты его вовел и вот ты его полностью все пыль с углов можно вырезать это сколько лет ему уже лет 15 смотрите ребята 15 лет назад какие пылесосы делали а сейчас все пытаются упростить 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 вот классный классный пылесос и этот и вот это как раз эта фирма выпускает в эстонии тоже они же под поделинской системе его продают в эстонии дилеры есть и они уже потом то есть его в магазинах нет? просто так в магазин не пойдешь только через дильзы надо купить ну это что-то типа как ну такое ну как раньше эти пылесосы Раймов продавали которые которые тоже приходили дома рекламировали меня на основе когда мы жили они пришли типа у вас есть гранатовый сок есть? у вас есть такой сок есть? такой есть? налили на пол метры сока и два вывезли а один не вывели ну так получилось и ушел а ковер в соке остался ну не получилось ну не шмоглай а не шмоглай еще ковер такой хороший шестерный был и такое пятно от сока то ли от Ранатова так и осталось вот так вот рекламщики ну не знаю мы купили пользуемся у меня и у детей такие куплены то есть пока работает работает и дочь любого и нужен сын такой купил и кастрюли тоже все покупали но кто-то пользуется не сейчас я приезжал к старшему невестка там что-то я видел готов была в этой кастрюле тоже ну видимо пользуется ну классно вот такие вещи здорово смотрите Владимир совершенствовал унитаз побывав в Турции посмотрите вот такая трубочка да сделана чисто да это как в Турции вот эти унитазы с подмывалкой короче да? самое интересное что в Турции есть допустим я был в Киргизии и там такого нету в других странах тоже что-то есть просто всем интересно как-то ты рассказывал что там где-то ну когда мы были в Таиланде да там в Азии там такие унитазы там совершенно другие унитазы там например в туалет сходил начинаешь смывать там все вот это всплывает по самую крышку думаешь ну все сейчас это все вывалится тебе на пол потом туда в вакуум все туда всасывает а если там сидишь на этом унитазе что-то и потом там целая операция была по спасению как его оттуда с унитаза вытащили прикол ребята не нажимайте пока сидите на унитазе вообще ты на каком? относительно унитаза это довольно все таки просто есть же тут такой анекдот ходит и это что как таксист едет куда тебе да? говорит к врачу а что да вот лампочку в рот вставил а ее вытащить невозможно да? приезжает к врачу а тот говорит блин так ты же сегодня третий с этой лампочкой а тот рассказал таксиста а таксист думает ну неужели нет невозможно дай попробую еще с унитазом не все потеряно нужно было поэтому в самолете попробовать ребята не пробуйте обычно шкарпика не нажимай на красную кнопку на нее всегда надо нажать да? да! несуйте лампочки в рот и не смывайте пока сидите на унитазе в самолете в самолете а сейчас будет про японский унитаз который там стоит ну поехали в японию уже видели эти унитазы первый раз а в японцев же там ты можешь попасть в 4 звездочную гостиницу или 5 звездочную но все такой минимализм что от кровати до стенки 30 сантиметров в обе стороны а потом это от конца кровати в туалет там тоже сантиметров 40 заходишь в туалет ты садись на нее и упираешься уже ногами почти в дверь ну я увидел этот унитаз на японском там это все туда-сюда ну что за штука такая ну и как обычно давай из-за кнопки нажимай а потом уже как я понял я там нажал на кнопку сильно увеличил давление напора воды и потом нажал на стартовки короче ну и вот в этот момент это давление мне как впороло я слетаю с этого унитаза а лететь то некуда лбом в дверь мне а жена лежит на кровати и говорит что там случилось а у меня такой смех берет думаю надо же мне я думаю нет я сейчас буду поумнее сажусь обратно опять кручу то что крутил думаю сейчас давление увеличу дай еще раз попробую нажимаю второй раз на эту кнопку а ничего не поменял короче говоря следующую дверь еще сильнее я слетаю с этого унитаза перепуганный я потом два дня так косяки на этот унитаз кидал думаю что с ним дальше делать а видимо понравилось потому что купил себе такой же а я хотела спросить вот это что такое вот это загадочное что-то это часы это часы это это часы это как бы уже прототип часов который был сделан где-то в 1880 году но основные часы были сделаны в конце 16 века это уже копия по ним была произведена и там у них как бы такая фиговинка не работают уже здесь принцип хода у них такой что то сюда запускается шарик и вот шарик катается и когда он приходит когда он приходит в эту крайнюю сторону переваливается вот эта площадка и она дает 15 минут отсчета или 5 минут отсчет и она переваливается потом обратно шарик в другую сторону идет в другую сторону переваливается таким путем и как бы механика хода этих часов не производится в жизни бы не подумал что это часы 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 тут это вот минутная стрелка там часовая стрелка это по пупу часовые то есть 15 минутный цикл отбивает деда интересные куб блин еще разобраться бы в таких часах чтобы посмотреть время вообще придумать такие вот конец шестнадцатого века они там были поизобретены и вообще так это уже потом попозже их я даже не знаю где-то там где-то европе их уже потом переделывали но эти где-то тоже тысячу какой-то то ли 780 это 1850 ничего себе прикольно это куплю но такие копия часов на не раньше работали метод если часовщик которые интересно каждый час ошип такие числе видел или нет нет вот так есть такие часы которые даже часовщики не вид sushi них это есть здесь талини часовщиков просто много которой сейчас ремонтируют но есть только два-три человека которые такую типу часы ремонтирует они тогда понимают что они делают это еще не совсем сложно я недавно был там видят вообще спутник числе не то что было произведено там 1820 но есть часовщики у которых руки растут не из плечей у лены лонжина с часы поменяли батарейку до сих пор не работают но где-то лишь это же все современное здесь и допустим у часовщика и токарный станочек маленький стоит там еще что-то какой-то если детали не найти он ну да вы это хороших часовщиков очень мало а их а их талли не 23 больше нет смотрите как интересно 15 минут и рыба на пару готова обалдеть тоже хочу такую штучку друзья с 18 а пришли вы начало 12 11 это вот так мы пообщались а то что мы здесь ели что вы пили это было желчь медведя струя бобра понты марала это все мы пробовали все дегустировали еще было очень вкусно до золотой корень так что все это смотрите на нашем втором канале и то есть так есть а у нас в общем все есть как есть и сегодня мы с вами не прощаемся скажем вам до свидания до новых встреч в эфире других роликах пока 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 пока